Почти 300 участников из разных муниципалитетов 6 июня собрала Общественная палата Челябинской области. В Южноуральской столице прошли сразу три масштабных мероприятия. Участие в расширенном пленарном заседании Общественной палаты региона традиционно приняли представители органов местного самоуправления, Общественных палат районов и некоммерческих организаций, а также заместитель председателя ЗСО Юрий Карликанов и заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства области Алексей Фартыгин. Главной темой встречи стало обсуждение механизмов реализации майских указов президента о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Подробно рассмотрели вопросы экологической составляющей, исполнение указов в сфере экономики, образования, здравоохранения, поддержки материнства и детства, а также в области градостроительства. Мне хотелось бы тоже, чтобы Общественная палата здесь выступила площадкой для обсуждения данной тематики, потому что есть там где чем-то поразбираться, чтобы на одном месте свести вот все проблемы поединой и попытаться также развязать этот клубок. Далее руководители муниципальных палат поделились опытом своей работы, рассказали о проблемах, с которыми приходится сталкиваться. В рамках заседания новому составу палаты, вступившему в свои полномочия 23 апреля 2018 года, вручили членские удостоверения. Кроме того, в рамках пленарного заседания состоялись еще два важных мероприятия. Так, для некоммерческих организаций в правительстве региона прошел семинар о вхождении в реестр исполнителей общественно полезных услуг. А на другой площадке в законодательном собрании впервые прошел семинар для руководителей общественных палат районов. Делегации общественников Верхнеуральского района, Нина Звездина, Галина Казанцева и Светлана Гомер, приняли участие в работе всех площадок. Начата работа. Конечно, проблем еще очень-очень много. Проблем заключается в том, что как правильно отобрать вопросы, как правильно отобрать тех общественников, которые будут участвовать в решении проблем района. 7 июня прямая линия с президентом Владимиром Путиным заняла особое место в рабочем графике органов власти Верхнеуральского района. В обращениях из других регионов прозвучали темы, которые актуальны и для нашей области. Все начальники отделов и управлений нашего муниципалитета во время прямого эфира были на связи. Некоторые моменты взяли на карандаш. Основные темы уже обсудили на совещании. Глава района Сергей Айбулатов отметил особую эффективность некоторых отличительных черт диалога президента с жителями России. Например, о существующих проблемах сегодня граждане могут сообщить не только по телефону, но и через интернет-ресурсы.